пусть пусто будет тому кто говорит что нельзя на люк стали сделать вкуснейший напиток вот это генералы диванных войск они же будут утверждать что вот это я сейчас буду выпивать это компот всем привет мои хорошие давно у нас не было роликов на самогонную тему все отвлекаюсь я отвлекаюсь по делам насущно но не суть в общем ребят очень часто задаваемый вопрос а можно ли на аппарате люксталь 8 сделать какой-нибудь прекрасный душевный хороший вкусный напиток люди позиционируют его исключительно с ректификационной колонной это далеко не так и на нем можно делать вкусные напитки чем чем мы сегодня с вами займемся точнее займемся завтра а сегодня мы подготовимся к этому один из стареньких опробованных проверенных вкусных рецептов это мацерат на черной самородине вот такой вот напиток заходит как девушкам так и мужикам мужчинам да да безумие просто все ребят каких-то пропорции у меня нет я делал и на мороженые черной смородине вот это свойская домашняя она как вишня она здоровая крупная я пока своими сардельками на это как пока своими сардельками тут при перекладывал ее половину помял уже в общем что делаем как я сказал пропорций у меня в голове нет никаких у меня есть количество которые я хочу получить вот эта сортировка 40 градусов соответственно мы примерно столько же напитка готового получим что нам надо сделать просто-напросто сделать кашу вот из этого я взял у зои михаловны блендер и сейчас мы быстренько вот это вот такая вкуснятина у нас получилось прям желе ребят здесь примерно сейчас литр наверное да мне надо сейчас отлить сортировки мне понадобится ну немного сейчас мы не тратаем просто сезон фруктов ягод и грех не воспользоваться таким этим в общем смешиваю и ребят пришел к тому что нету честно сказать разницы прям какой-то там колоссальной большой разницы как вы будете начальной спиртуозность вот именно вот этого настаивания нет никакой разницы правда раньше как-то 60 70 кто-то делает на чистом спирту ну не знаю опытным путем приходишь к тому и разницы в пропорциях тоже никаких особо нет если получится перенасыщена просто разбавить потом сортировкой элементарные просто и не надо сильно с этим заморачиваться ребят это завтра у нас уйдет в куб можно долить еще немножечко ехана прям густая и запах стоит такой знаете прям ох я древеный прям классный закрываем это все под вакуум красота завтра будет вкуснятина вот такая вот и все ребята оставляем не знаю что 12 сутки честно тоже особо большой разницы нету настаивать ее не настаивать можно сразу плюхнуть в кастрюлю и варить поверьте будет тоже вкусно варить выгонять перегонять все сегодня 24 июля 2136 все оставляем до завтра завтра мы продолжим ну и что друзья еще раз всем здравствуйте сегодня у нас уже 25 число 25 на 7 21 30 прошли сутки я уже наполовину собрал аппарат куб утепленный но он люк сталевский оригинальный это я покупал еще когда собирал другую колонну свою смотрите сборка ну проще некуда узел отбора люк сталь единственное что я вставил сюда медный пыж у многих из вас есть эти медные пыжи кто получили их в подарок кто покупал кстати по промокоду по моему но и других блогеров был подарок два медных пыжа сейчас я честно даже не знаю работает не работает промокод оставлю ссылку с моим промокодом по которым можно заказать аппарат ну спросите у как их называют у менеджеров кто продает узел отбора поворот переход как он правильно называется запылился весь аппарат крышка тоже оригинальный люк сталевская это шла у меня с кубом вот извините за мой бомжатский вид я только с дачи что у нас по напиткам не по напиткам по жидкостям так как жидкости у нас всего вернее не жидкости сортировки у нас всего три литра до 3 помните вчера два литра литра я отлил вот сейчас бутылку перелила с аватаром на свадьбе выпили бутылочка осталась с этикеткой бог с ним нам нужно развести наш напиток то есть спиртуозность кубе нужно сделать около 12 градусов 10 11 12 13 даже тоже ничего страшного не будет но лучше придерживаться этой спиртуозности чтобы помните трехлитровый банка сортировки чтобы превратить ее в 12 градусов нам добавить 7 литров воды один литр будем считать что у нас ягод был но там действительно литра двух литрового банка пополам вы сами видели а ну да отлили литр и вместе с ягодами получилось опять 3 вот это сейчас то что настоялось кстати не обязательно было накрывать это и тут загляд я уж так просто чтобы стоял это выливаем в куб так все кран закрытый можно заболоснуть еще в общем получается чтобы спиртуозность было 12 секретные ингредиенты когда-нибудь я сниму видео про это это у нас тоже сортировка какая там красота ребят получается 7 литров жидкости чтобы довести 3 литра 40 градусной превратить в 12 7 литров литра ягод литр сока и 6 литров воды вода обыкновенная из-под крана даже осмос не стал наливать ничего страшного лишь бы она у вас было них не хлорированная у нас в колхозе она такая так ребят по поводу нагрева не стал использовать автоматику не стал использовать тен так как об и снижаем остаток да понимаете что это такое сейчас 3 литра у нас выкипит и нутену будет плохо поэтому решил использовать индукционную плитку даже не помню как она и плейд не суть вы же можете использовать газ но соблюдая все меры предосторожности есть у меня ролики обучающие да по первому перегону спирта сырца точнее браги в спирт сырец ну и все ребят у нас получилось почти 10 литров здесь до или 10 даже 10 чуть поменьше 12 градусной процентной да как правильно жидкости по поводу медного пыжа ребят не обязательно использовать но желательно он будет собирать у нас серу которые возможно образуется да ну и вообще как говорят люди напиток становится мягче по этому поводу у меня будет еще ролик пока это секрет вот скоро я купил кое-что медное ну и мы с вами это все увидим все включаем индукцион q я ребята больше двух с половиной киловатт никогда не на мацерации не на дистилляции ректификата никогда не делал не знаю вот какой-то внутреннее подсознание говорит что больше не надо вы можете делать как вам угодно ну вот я делаю так то есть два с половиной киловатта все два пять киловатта пошел нагрев я сейчас до собираю аппарат и включимся уже в начале когда пойдет у нас конденсации друзья нагрев пошел тут уже маленько даже потница образовалась поставил температуру 80 градусов звуковой сигнал чтобы я включил воду обязательно приготовил пробирочку чуть-чуть головной фракции отобрать кидайте тапками но я все равно считаю что даже при дистилляции ректификатов все равно надо отбирать это мое мнение и вы меня не не переубедите все и да ребят вот уже 46 по подключению воды не сказал подача холодной воды снизу но это новичкам конечно же уж не обижайтесь там бывалые до выход сверху холодная вода идет навстречу пару запищал и тут я включил воду ну и вот ребят побежала у нас даже я думаю 30 миллилитров хватило бы первый плевок 25 30 все перекидываем в банку аромат необыкновенный вообще прям блин я не знаю я всегда как дитё радуюсь какому-то вкус в какой-то вкусности какому-то аромату аромат необыкновенный прям бомбезный вот так вот у нас кипит и ребят поверьте кто пишет в комментариях но вы тоже читаете комментарии кто пишет комментарии фу говно компот там еще что-то не слушайте никого вот попробуйте сделать вот сейчас вот здесь в комнате просто запаха не знаю атмосфера какого-то сада что ли и никаких не вареных там яблок ягод или еще чего-нибудь все просто чикифари чикифари даже вот отсюда круто и все ребят до спиртуозности 40 гоним здесь и все он такой чистенький идет продуктик прям по красоте вообще ля-ля-фа температуру воды новых холодная вообще холодная ну и в общем даже регулировать не буду тут недолго тут все быстро произойдет чего встретимся на этом ну и конечно же покажу вам что будет с рпн к если с ней вообще что-то будет ну и остаток в кубе посмотрим болен классно пахнет ребятам новичкам скажу сразу что когда банка будет потери будет это само собой небольшое количество спирта мы быть тем более мы отобрали немножко голов 30 миллилитров потери неизбежно но поверьте это того стоит так вот о чем я хотел сказать когда будет температура приближаться к 100 а мы даже еще поставим 98 ну чтобы она мне про как сказать просигнализировано вот так вот бодренько льется но намахом это как раз будет уже почти целый банк ну наверное где-то вот так вот мы отберем друзья но вот запекал 98 напоминалка к этому времени баночка запотевшие кухни просто наполнена ароматом смородины черные прям обалденно сижу кайфую люкс от люк стали такая вот давайте заглушу в общем два с лишним уже литра точно есть наверно даже два с половиной осталось пол-литра надеюсь температуру сейчас быстренько подымется и все грубо говоря закончится по времени смотрите чё у нас я не помню во сколько мы начали часов в 10 до 11 ой в 11 в 9 чем-то 930 ну час вообще вообще ребята хочу вам сказать что по мне так я говорю я пробовал я много чего в жизни перепробовал уже по смогу на мороженые ягоды не замачивая то есть но не настаивая в принципе может быть какая-то там небольшая разница и есть но я думаю что неприхотливый человек этого даже не поймет он поймет что напиток обалденный напиток вкусный напиток пьется как вода во первых потому что это дистилляция ректификата одновременно с мацерацией да круто этого очень вкусно ребят ну вот я сейчас размешал то воронка и а я спешка крутится но эти по кругу размешал специально чтобы свои перемешались все показывает 43 но если учесть что напиток блин да как тут вот 43 если учесть что напиток ледяной то наверное здесь еще больше ну если перевести в общем я говорю где-то вот ну чуть-чуть не будет хватать будет 40 руб застая даже потом спиртуозность мерить не буду я просто знаю а если бы он будет еще 39 ребятам пицца будет вообще на раз-два ну и что друзья подходит к концу наш погончик температуру видите вот опустил градусник она до сих пор еще опускается 17 7 остановилась показывал только что размешивал ровно 40 но вот сейчас еще уже льется грубо говоря там вода можно сказать вода процент спирта там вообще никакой вы можете сделать до 39 но нальется там еще чуть-чуть я говорю напиток будет только приятнее кто-то хочет вернее кто хочет может остановить но потом при разбавлении может пойти небольшая полисенция то есть напиток будет уже не прозрачным немножко мутноватым может быть не всегда это случается но бывает вот я наверное выключаю да дальше нет смысла вообще показывал бы 100 если бы гильза находилась не в паровой зоне жидкостной ну да наверное выключать смотрите идет вот это как разбавление гашу то есть если вы будете вот сейчас вот туда грубо говоря воду пороть 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 она не помутнеет она будет прозрачная пузырики идут какие-то все ребят выключаю для меня достаточно я считаю что все удалось дальше что мы с вами делаем сейчас он остановится выключится этот дальше мы с вами скрываем эту смотрим медь вот и все элементарно время 22 51 я не помню честно сколько было время в общем напиток этот можно сделать ну часа за три грубо говоря гости на пороге и вы а по они хотите ли вот это итак ребят не знаю чего начать с дегустации в показа кубы или с показа серы сер есть есть небольшое правда количество он ведь беленькая белесая вынуть бы я вообще прям чуть-чуть она видны и но все редки наверно мы не увидим ничего уже практически чистая на краях то есть какие-то образования имеются вот они серебристые в клубе кубе за запахом стоит вот это вот не пригар это блин пыль на это не пыльная потом покрылась это все легко легким движением руки отмывается у меня отмывается от просто смывается в дно тоже ничего не прикипело это можно даже использовать не знаю там в брагу куда-нибудь залить поставить на этом еще и брагу самому интересным переходим 39 градусов чуть-чуть до 40 видите не доходит но практически 40 я говорю как всегда серёжа не увязался ну чё братцы ваше здоровье что сказать то пусть пусто будет тому кто говорит что нельзя на люк стали сделать вкуснейший напиток вот это генералы диванных войск они же будут утверждать что вот это я сейчас буду выпивать это компот блин ребят вы только это понюхали пока есть ягоды не поленитесь соберите полтора литра вот этой черной смородины красной смородины вообще чего хотите хоть крыжовника блин а вам хочу пожелать добра мира вкусных напитков но и хорошего оборудования коим я считаю люк стали никто меня не прибегает много хейта много споров я считаю что цена качество но у равных этому аппарату нет в общем друзья за вас за нас и за самогон обалденно поджечь попробуйте то ведь не поверьте хотя кому что доказывать да вот ребят на этой позитивной и вкусной ноте хочу закончить наше с вами видео еще раз всего вам самого наилучшего ссылку для тех кто захочет приобрести оставлю под видео все ребят всем пока